Девушки отдыхают Анатольевича, плохо слышно мне кажется, слышно или нет? Слишком, а вот так наверное ближе, за то, что он ежегодно нас собирает, за то, что мы получаем здесь социально-экономический заряд и при том для всех отраслей и в том числе мы имеем возможность иметь свою аграрную площадку. Так вот, я хотел бы остановиться на нашем аграрно-промышленном комплексе, сегодняшней реальность и что на наш взгляд нас ожидает чуть попозже. Тут, уважаемые коллеги, современный этап развития агропромышленного комплекса, как вы знаете, характеризуется значительным преобразованием внутренних и внешних условий функционирования товаропроизводителей. Это и высокая волатильность цен на мировом агропродовольственном рынке, это и санкционное давление на российскую экономику, также глобальные трансформации в моделях торговли, которые влекут за собой нарушение цепочек производства, переработки, логистики и реализации продукции. И все эти факторы негативно влияют на производственную деятельность и финансово-экономическое положение наших товаропроизводителей. Вот отсюда требуется обсуждение актуальных тенденций развития сельского хозяйства и основных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса. В качестве ключевых тенденций развития сельского хозяйства следует выделить следующее. Первое. Сельское хозяйство, как нам известно, наконец стало отраслью экономики, которая демонстрирует рост и значимые результаты импортозамещения. На фоне того, что за 6 последних лет ВВП страны вырос на 10,5%, промышленное производство на 13%, производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 16%. Наибольшие темпы роста сельского хозяйства зафиксированы в крестьянских фермерских хозяйствах, что тоже очень отрадно, плюс 38%. И в сельхозных организациях плюс 26%. В хозяйствах населения личных подсобных хозяйств за последние 6 лет наблюдался спад минус 13%. Вторая тенденция. Существенные изменения произошли в соотношении объемов экспортных и импортных операций. Здесь можно слайдик. А наши? Переключаются. Не переключаются. А вот переключились. Переключились. Второе. Существенные изменения произошли в соотношении объемов экспортных и импортных операций в части сельхозпродукции, сырья и продовольствия. В 2023 году экспорт превысил 43 миллиарда долларов и главным образом за счет экспорта зерна. Одновременно импорт за 10 последних лет существенно сократился почти на 20%. И соответственно сальдо между экспортом и импортом стало положительным и сейчас составляет более 8 миллиардов долларов. При этом в качестве негативной тенденции, к сожалению, необходимо ответить, что экспортируем мы, хотя сто раз об этом говорим, преимущественно сырьевые товары, а импортируем товары высокого передела. Нам удалось обеспечить достижение пороговых значений доктрины продовольственной безопасности по всем основным видам продукции, с исключением молока, малопродуктов, фруктов и овощей. Вместе с тем потребление населением ряда пищевых продуктов еще не соответствует медицинским рациональным нормам. В то же время достигнутые аграрной сферы экономики положительные результаты оказались абсолютно недостаточными, чтобы осуществлять необходимых объемах импортозамещения, достойно оплачивать труд селян, повышать доходность сельского хозяйства и развивать сельские территории. Третье. При сложившейся последние годы положительной динамики производства в агропромышленном комплексе усиливается тенденция неравномерности в темпах и уровне развития его отраслей и подотраслей сельских территорий. По расчетам индекс продукции сельского хозяйства в 2023 году к базисному 90-му составил около 114%. При этом индекс производства продукции растеневодства достиг 161%. А по продукции животноводства мы до сих пор отстаем до уровня 2019 года на 22%. Это очень нас не радует. Четвертая тенденция. Одним из основных сдерживающих факторов развития отрасли является инвестиционная недостаточность. Инвестиции в отрасль демонстрируют крайне неустойчивую динамику. За последние 10 лет темпы роста индекса инвестиций в основном капитал в целом по экономике существенно опережали соответствующие показатели в сельском хозяйстве. Так в период 2014-2023 годы индекс инвестиций в основной капитал в целом по экономике составил 124%, в сельском хозяйстве только 84%. То есть в отрасли произошло не наращивание инвестиций, а их сокращение. Как показали наши исследования, для увеличения объема воловой продукции на 1%, необходим прирост инвестиций в основном капитал минимум 2%. В условиях низкой инвестиционной активности нам не удается выйти на необходимые темпы технико-технологического обновления, что является основной причиной отставания нашей отрасли от лучших мировых показателей. Одновременно сохраняется чрезмерно высокая зависимость отечественного ПК от зарубежной техники и технологий. В настоящее время доля импортной техники у нас составляет более 68%. В молочном животноводстве доля импортного оборудования доходит до 80%. В оборудовании для убоя скота и птицы 90%. В оборудовании используемой пищевой промышленности тоже 90%. Кроме значительной доли импортной техники и технологий, особая забота вызывает и то, что сельское хозяйство обеспечено отечественными семенами сахарной свеклы только на 2%, картофеля на 9%, подсолнечника на 30%, кукурузы на 60%, генетическим материалом животноводстве на 20%. Это ужасные цифры. Слава Богу. Да. Пятое. Недостаточными остаются темпы развития инфраструктурной базы АПК в сфере рынка, в сфере производственной, информационной и научного обеспечения. Не раскрываю эту тенденцию. Шестое. Продолжается процесс ухудшения состояния сельскохозяйственных земель. Внесение удобрений существенно отстает от выноса питательных веществ из почвы с урожаем, что ведет к ее деградации. Внесение минеральных удобрений в сельхозорганизациях, сейчас подчеркиваю, в сельхозорганизациях, сейчас составляет менее 74 килограмм действующих сеттва на гектар посевной площади, что в 2-3 раза меньше, чем в Западной Европе. Седьмое. Проблемной сферой является социальное развитие сельских территорий. На селе концентрируется безработица и сельская бедность. Несмотря на небольшой рост оплаты труда в сельском хозяйстве последние годы, она все равно у нас на сегодня составляет только 65% от среднего уровня по экономике. А мы все время гордимся своими достижениями. Крайне не было приятным остается демографический прирост, о чем здесь многие уже говорили. И прогноз к 30-му году численность сельского населения сократится почти на 5 миллионов. С 37 до 32, а доля трудоспособного населения составит менее половины его численности. Вложения в социальную сферу села и с федерального бюджета недостаточны, а возможности региональных и местных бюджетов крайне ограничены. Я не раскрываю программу комплекса развития сельских территорий, которая кастрируется каждый год. Восьмое. Существенным макроэкономическим фактором сложившееся развитие сельского хозяйства является нестабильность и относительно низкий уровень спроса. С 2014 по 2022 год средние душевые и денежные доходы населения увеличились на 60%, а реальные уменьшились на 5,8%. При этом в 2023 году сложилась положительная тенденция роста реальных доходов населения. И это отрадно. В то же время покупательная способность населения снижается по говядине, свинине, мясу, птице, молоку и сахару. Нет времени показывать цифры. Невысокий плодиспособный спрос населения ограничивает возможности развития отечественных агропромышленных производств. Пять минут, Иван Григорьевич. И это усугубляется дифференцированным доходом населения почти в 14 раз. В послании президента к Федеральному собранию четко поставлена задача увеличения агропромышленных производств к 30 четверть по сравнению с 2021 и роста экспорта в полтора раза. В целях реализации этих задач челесообразно учитывать складывающие тенденции, которые мы перечислили, и вызовы. Таким образом, исходя из негативных мировых трендов, а также сложившихся тенденций, следует обратить внимание на следующие три направления. Во-первых, обеспечение технико-технологического суверенитета. Во-вторых, достижение продовольственной независимости. В-третьих, преодоление разрыва между уровнем жизни городских и сельского населения и создание условий для комфортной жизни насилия. Однако, качество задач, которые обеспечивают достижение этих целей, мы предусматриваем и стимулирование инновационной и инвестиционной активности. На слайде мы это показываем. Однако, мне хотелось бы остановиться в заключении на двух основных направлениях на сегодняшний день, на наш взгляд. Первое – это развитие сельских территорий. Сейчас стоит задача развивать сельскую местность как единый территориальный комплекс, выполняющий важные общественно значимые функции. Село по-прежнему значительно дистантируется от города, и при том по обустроенности, развитию инструктуры, занятости и так далее. На сельские поселения приходится 31% всех безработных и 52% малоимущих, при том, что сельское население составляет только одну часть численности населения страны. И среднедушевые располагаемые ресурсы, сельские домохозяйства, на треть меньше, чем в городских. За порогом бедности находится ныне 7 миллионов селян, или 19%. Всеми видами благоустройства оборудованы только 39% сельского жилищного фонда. То есть спустя 30 лет после рыночных преобразований российское село стоит перед вызовами, диктующими необходимость перехода к новой парадигме развития. А для обеспечения правовой основы сельского развития необходимо разработать и принять, на наш взгляд, федеральный закон об устойчивом развитии сельских территорий. Проекты, два варианта которых уже подготовлены, этих проектов. В них обозначен триединый подход к развитию села, включающий экологический, экономический и социально-деморологический аспекты. И следует при этом сформировать более совершенную модель управления и ресурсовое обеспечение развития сельских территорий, которое предусматривает, на наш взгляд, переход от многоотраслевого, как сейчас, в Ростопырку министерства, которые связаны с селом, от многоотраслевого ведомственного порядка управления к надведомственному. В какой форме можно здесь обсуждать? Но то, что это необходимо, не вызывает сомнения. И последним важнейшим направлением для устойчивого развития ПК на сегодняшний день это формирование стимулирующего экономического механизма. В последние годы, уважаемые коллеги, наблюдается все большая концентрация сельхозпроизводства, когда 65% всей выручки генерируется 5% сельхозорганизаций. И в этих же организациях сосредоточено 65% всех сельхозугодий. Еще одним настораживающим трендом является то, что в целом по отрасли доля убыточных сельхозорганизаций не уменьшается, а доля низкорентабельности с рентабельностью от 0 до 10 с учетом субсидий увеличивается. Так, в 2021 году дельный вес низкорентабельных составил 27, а в 2023 году уже 33, что обуславливает необходимость разработки дополнительных мер и механизмов господдержки. И вот, несмотря на принимаемые правительством страны меры по увеличению господдержки, агрентабельность отечественного сельского хозяйства несколько снизилась и составила 19%, что не может обеспечить расширенного производства в отрасли, особенно в условиях высокой инфляции. Сейчас необходимо формирование эффективной сбалансированной системы господдержки. В части цены и ценовых отношений, на мой взгляд, самый больной вопрос. Таким образом... Необходимо... Пока нет. Необходимо отметить, что в последние годы сложилась негативная тенденция, связанная с ростом ценовых диспропорций и существенной волатильностью цен на агропродовольственном рынке. В настоящее время рост цен производителей сельхозпродукции существенно отстает динамики от других сфер, а также динамики цен на потребительском рынке. В период 19 по 23 годы прирост цен производителей сельхозпродукции составил 33%, кроме как цены производителей промышленных трав – 42%, а в пищевой промышленной – 45%, а на потребительском рынке – тоже 45%. На цены агропродовольственного рынка большое влияние оказать структуры затрат, как известно. За последние пять лет на припитаемые аграриями минеральные удобрения увеличились на 67%, на ГСМ – на 51%, на КАРМА – 52%. В связи с этим необходимо разработки внедрения, на наш взгляд, научно-обоснованной системы постоянно действующих механизмов, включающих в себя прямые и косвенные меры по регулированию цен. Мы предлагаем по ценовому регулированию необходимо включить в действующую госпрограмму специальный блок. Также считаем, что целеобразным проработать вопрос о принятии специального постановления нашего правительства по регулированию цен и ценовых отношений ВПК или специального федерального закона. Наши либералы категорически против. Мы же считаем, что вполне приемлемо принять такой закон о регулировании цены, иначе мы не знаем, как дальше мы будем жить. И в части кредитования то же самое, особенно малому бизнесу. Потому что сейчас идет кредитование и господдержка, фактически все седает в наших банках. Мы поддерживаем не товаропроизводитель, а поддерживаем банковскую систему. Это абсолютнейший абсурд. Я рад, что на прошлой неделе, нет, пару недель назад в Госдуме обсуждался этот вопрос. И очень остро ставится на сегодня. Потому что другого выхода абсолютно нет. Иначе как далеко мы зайдем в этом вопросе. Мы считаем, что для малого предпринимации необходимо сформировать специальный инвестиционный фонд. Потому что они не в состоянии привлечь кредиты на коммерческой условии. То же самое по страхованию. У нас страховые компании с 50% господдержки. А вместе с тем прибыль оседает у них. Вот почему мы предлагаем неотлагательно. Хотя уже, наверное, пару лет мы говорим об этом. Необходимо рассмотреть вопрос о создании государственной аграрной страховой компании. То же самое по налогообложению не буду говорить. Есть очень серьезное предложение. И в частности для поддержки малого и среднего предпринимации мы предлагаем объявить налоговые каникулы. Хотя бы как минимум на три года. Вести нулевую ставку по акцизам на продажу топлива для сельхозтоваропроизводителей. Не случайно бастуют фермеры на Западе. И совсем таким образом, дорогой Игорь Борисович. В целях оценки перспектив развития отечественного АПК мы подготовили оптимистический и базовый прогнозы производства основных видов сельхозпродукции до 1935 года. К огромному на оптимистический и базовый пессимистический вариант. К огромному сожалению, наша методика говорит нам о том, что страна наша по агропромышленному комплексу больше пойдет по базовому, то есть по пессимистическому варианту, а не по оптимистическому. Поэтому, на наш взгляд, реализуемая государственная аграрная политика сегодня не является целостной, что обусловлено значительным количеством программ, концепций, стратегий и так далее. Единственный документ, который мы имели в 2010 году, основные направления аграрной политики. А сейчас ничего нет. Все разбросано по стратегиям, программам и так далее. Поэтому мы предлагаем провести существенную корректировку нынешнего закона о развитии сельского хозяйства, а еще и лучше, на наш взгляд, это крайне необходимо, принять новый закон о развитии всего агропромышленного комплекса. И также целесообразно разработать стратегию развития ПК на сегодня уже до 1935 года. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Иван Григорьевич. Спасибо. Очень обстоятельно. И я даже не решился вас категорически прерывать. Спасибо вам большое. К нам присоединился Роберт Искандинович Нигматуллин. Пожалуйста. Академик РАН, директор Института океанологии. Какой бы указ самый главный, что для сельского хозяйства вы бы сделали? Один-два пункта. Ну, первый пункт, от которого, мне кажется, все зависит, это укрепление материально-технической базы. На этой основе рост доходности. Если будет доходность, это уже другой вопрос.